Здравствуйте, мои дорогие! Очень рада вас всех видеть снова на моем канале. Как вы заметили, я поменяла немножко название канала в связи с тем, что у меня в жизни тоже небольшие перемены. Как вы знаете, те, кто прошлый подкаст смотрел, мы всей семьей переезжаем на новую съемную квартиру с прежней съемной квартиры. Мы по меркам Европы живем достаточно средне, поэтому на собственную квартиру денег у нас, увы, не хватает. Но это так, личное. Из-за этих перемен в жизни мне захотелось перемен немного и на канале тоже. У меня, ребятки, для вас подготовлено уйма проектов, по которым нужно просто сесть и снимать, снимать, снимать. Но в связи с тем, что мы еще переезжаем, перевозим мелкие вещи, я все расставляю, чищу, убираю и так далее, я к вечеру просто никакая. И когда я сажусь за съемку, у меня перед глазами какие-то белые пятна, и я просто валюсь с ног, и нет сил просто уже записывать, получается. В нем у меня есть силы, но сынишка не дает. Он хочет смотреть мультики, он хочет со мной играть, он хочет выйти погулять. И вот так вот я кручусь, как белка в колесе. Готовка, уборка, стирка, глажка, все такое. Сложно быть мамой. Последнюю серию по династии я выложила 20-го числа, и 21-го числа мы переподключили интернет на новую квартиру, но вещи еще не перевезли. То есть ни компьютера там не было, ничего. И вот все это время интернет был подключен там, а комп стоял на прежней квартире. И вот я преданно ждала целую неделю, может быть даже больше, чтобы просто перевезти компьютер. Хорошо, мы перевезли компьютер, но не перевезли столы и стул мой. Стул мой до сих пор еще не перевезли. Я сижу на складном стульчике, на котором очень, ребят, неудобно, я вам честно признаюсь. Но хотя бы стол есть, на который все это можно установить. И когда мы все это установили, не было интернета. Нужно было купить специальный усилитель, который мы купили через несколько дней. То есть я сидела, компьютер у меня был включен, я могла играть в Sims 3, например. А в Sims 4 не могла, потому что мне нужен был интернет. Нет, Origin без интернета мне к Sims 3 доступа не дает. Это очень плохо, потому что в Steam, например, я могла бы играть в ARK, да, я могу играть в Deponio. Еще я одну игрушку купила классную, тоже The Cave называется. Я вот это рис посмотрела, мне очень понравилось ее прохождение, понравилась игра, и я ее решила тоже себе купить. В эти игры я могла играть оффлайн, то есть Steam позволяет это сделать, а Origin нет, к сожалению. И вот в Sims 3 была моя одушина. Sims 3 у меня не купленная, поэтому мне никакой Origin не мешал в нее играть. И вот она была для меня одушиной. На эту неделю я просто отрывалась, играя в Sims 3, я там разузнала так много нового. Это очаровательнейшая игра просто, я обожаю ее, и за это время у меня созрел план нового проекта. В связи с этим я поняла, что мне нужно будет новое расписание. Я его сделаю немножечко попозже, потому что мне нужно еще все обдумать, расставить по полочкам, а потом же я могу сделать нормальное расписание, по которому мне будет удобно снимать. Как вы знаете, у меня расписание чередованием, то есть не по дням, не по часам, а чередованием, чтобы вы точно знали, что вот сегодня была династия, значит, следующим будут позы. На следующий день или через день, но будут позы. Позы были, значит, следующий будет депония и так далее, чтобы вы точно знали, какая серия за какой будет выходить на канале. Я решила сделать именно такое расписание чередованием, потому что мне хочется снимать просто по всем проектам, и я боюсь, ребятки, разорваться. Расписание меня спасает. И еще очень важная новость. Я хочу для Арка выделить отдельный канал. На этом главном канале он выходить уже не будет. Все будет выходить на дочернем канале, и если те, кто пришел только из-за Арка, можете подписаться тоже и туда. Ссылочку я оставлю в описании. Туда я перенесу обзоры пользовательских карт для Арка, а также наш новый летсплей с Ларисой, где мы играем на сервере у Леши, который, к сожалению, скоро закроется. Мы проведем здесь коротенький сезон, а потом начнется новый на каком-нибудь интересном сервере, и я приглашаю вас играть вместе со мной, те, кто хочет, вместе с нами, с Ларисой. Давайте играть вместе, почему бы нет. В этом месяце, ребятки, я хочу провести стрим, пообщаться с вами в реальном времени, потому что я по вам, по всем соскучилась, по вашим комментариям. Мне хочется с вами общаться реально, и, не знаю, будет, наверное, забавно звучать, но мне очень мало человек писали, где видео, там, куда-то пропало, как-то, не знаю, кого-то это раздражает, насколько я знаю из летсплейщиков, да? Мне этого не хватает. У меня такое ощущение, что всем просто все равно, ну пропало и пропало, и ладно, подождем, как бы. И тех, кто мне писал, где видео и так далее, просто хочу расцеловать, ребятки, потому что вам реально не все равно, где я и когда я появлюсь. Если я о чем-то забыла сказать, я напишу об этом в комментарии под этим же видео, и хочу сказать, что я буду постепенно вливаться в работу над каналом, потому что каждый день записывать, наверное, у меня вряд ли получится. Хочу за это заранее извиниться, хотя очень хочется, ребятки, прям очень хочется. И проектов накопилось, и вот пока время было, готовлю темы для обзоров допов. Вы закачаетесь, что я вам для вас так приготовила, и я просто очень хочу вам это показать, но мне нужно время и силы на то, чтобы все это снять, обработать и выложить на канал. Мой подкаст близится к концу. Скажу еще, что вторым видео после этого подкаста на моем канале, после долгого перерыва, будет обзор трейлера, третьего трейлера, который мы получили от разработчиков. Разработчики в этот раз очень много всего выпустили, и скрины, и стримы, три стрима про Вильяш. Я последний только посмотрела, прям все карты раскрыли почти, все нам показали. Как бы с плычиком особо, не знаю, на обзор материалы не оставили, и касс показали, и киоски всякие, все показали, прям я не знаю. А пока пожелаю вам всего самого доброго, самого наилучшего. Те, кто меня ждал, ловите обнимашки, я вас просто люблю, обожаю. И до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok